Итак, у нас арбузные корочки. Что мы делаем? Нам надо вот на такие пластины их разделить, чтобы чистить легко было бы. Вот здесь я вот одну уже нарезала, почистила. Значит, розовую часть берем так, чтобы лишней розовой не осталось и чтобы лишнюю белую тоже не брать. Некоторые оставляют розовую часть, я не оставляю, потому что она раньше готовится, чем белая часть. И получается, что она слишком мягкая и болтается еще, и она быстрее портится в варенье. Поэтому и внешний вид портится, и вкус получается не очень приятный с розовой частью. Поэтому убираем всю розовую часть аккуратненько. Дальше убираем зеленую часть. Вот так вот, если тонкие, ну, узкие делать, тогда чистить легко. Сейчас тяжело очень найти, чтобы вот эта белая часть кожица была толстой у арбуза. Спрашивайте у продавцов, а не знаю, чтобы была сочной, нужно брать тонкие, не годятся. Вот, видите, какая толстая. Вот такая должна быть, даже если есть побольше, еще лучше будет. Вот так вот. В прошлый раз я показывала один вариант готовки. Сейчас буду показывать похожий, но в несколько этапов готовки. Кому какой будет интересен, то кто-то, ну, такой вариант выберет. Сейчас решила вот так вот нарезать. Можно кубиками, кто как хочет. Так и нарезает. Нарезаем не слишком мелко. Вот так вот в виде пахлавы я нарезала. Все. Дальше остальные точно так же чистим и нарезаем. У меня узорный нож слишком тоненький, и узоры особо не видны. Если у кого-то есть получше узорный нож, то получится еще красивее. Можно обычные кубики делать и не заморачиваться. Так, по-разному сделаем. Итак, нам нужно погрузить наши арбузные корочки в воду с содой, как в прошлом варианте. Начало все такое же, как в прошлом варианте. Воды не имеет значения, сколько, главное, чтобы они покрывали корочки. Значит, корочка у меня получилась 2,5 килограмма. Арбуз был очень большой. На каждый килограмм идет 2 ложки столовой, вот такие, с небольшой совсем корочкой. Соды пищевой. Значит, 2, 3, 4, 5. Дальше перемешиваем. Я взяла кастрюлю побольше, потому что корочек много, чтобы они свободно все погрузились в раствор с содой. Вот так вот, больше воды и не нужно. Видите, она уже сверху покрыла, вот чуть-чуть. И плавает свободно. Вот так вот перемешаем. Все, и забыли на 5 часов. Ровно 5 часов они должны остаться вот в этом растворе с содой. Так, прошло у нас 5 часов. Хорошенько теперь смываем соду с арбузных корочек. Нам нужно прямо вот несколько раз слить воду, чтобы полностью соду смыть. И запас-былки море. А, вот так вот, охлаждаться. И опять, пробо в этот раствор, чтобы не было все еще. Хорошо. Я уже всёment развернулся. Возможно, я не всём любит. Используем такое. Я посмотрю. Я слышу. Я слышу. Я слышу, я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. Я слышу. итак в эту же большую кастрюлю маленькой будет тесно я налила сюда два с половиной литра воды то есть на каждый килограмм арбузных корочек у нас идет литр воды потому что у арбузных корочек нету жидкости к но они не выделяют никакой жидкости поэтому воду кипятим скипела вода и добавляем арбузные корочки сюда даем снова закипеть и с момента как закипит варим 10 минут все как закипит варим 10 минут один очень важный момент я хочу здесь сказать нельзя класть арбузные корочки в холодную воду потом давать вместе с корочкой закипеть она превратится в кашу нужно именно вот в кипящую воду бросать их это очень важно так прошло у нас 10 минут видите даже корочка уже чуть-чуть поменяли в цвете теперь добавляем сюда сахар на килограмм арбузных корочек кило 200 сахар до 200 сахара прям вот так вот высыпаем так как у меня два с половиной килограмма арбузных корочек у меня соответственно больше сахара описание на килограмм арбузных корочек сколько идет я напишу хорошенько перемешиваем если кого-то смущает что килограмм 200 на килограмм арбузных корочек это много вы попробуйте сначала так можете сделать кило но один к одному килограмм на килограмм но меньше уже никак нельзя потому что арбузные корочки уже говорила не содержат вообще сахара и жидкости вообще они пресные и запах у них как такового у меня спрашивали арбузное варенье пахнет арбузом вот корочки пахнут арбузом корочки же не пахнут вот так и арбузное варенье арбузом не пахнет она вот что-то нейтральное ну ну очень вкусно это вот надо пробовать это никак не объяснить спрашивали какой он на вкус я не знаю как объяснить как он он как мармеладка только не жевательная такое не тянущиеся а хрустящие ну очень вкусно в общем это надо пробовать все дальше даем снова закипеть сироп уже с момента как закипит варим 15 минут закипела добавляю сок одного лимона но это у меня корочек много а так на килограмм половина хватает ну две столовые ложки сюда же добавляю значит на килограмм арбузных курочек 10 гвоздик нужно у меня здесь два с половиной значит мне надо 25 все прошло у нас 15 минут если есть пена убираем все выключаем и даем остыть и остаться в сиропе где-то на 7-8 можно на 9 часов прошло у меня восемь часов я оставила на всю ночь и так поставила снова на плиту вот пока они как выглядят теперь вот так вот проварю еще 15 минут развенел меня таймер прошло 15 минут я выключаю и оставляю остывать ну до полного остывания оставляю где-то часа три-четыре посмотрите хочу вам показать видите снаружи он прозрачный а внутри белеет это значит что он еще не готов он должен быть полностью прозрачный и будет такой янтарный цвет пока он еще не готов вот он внутри еще белеет прошло у меня 4 часа варенье полностью остыла поставила еще раз на плиту третий раз точно так же буду варить вот сейчас поставлю таймер 15 минут видите он уже в цвете поменял немножко питался сиропом прошло снова 15 минут и снова выключаем оставляем остывать прошло у меня еще четыре часа варенье полностью остыло посмотрите уже цвет такой более янтарный но вот на этом этапе после того как вы три раза прокипятили посмотрите на вкус у меня например в отличие от прошлого ролика на этот раз арбузные корочки даже еще толще поэтому и готовятся они подольше чем допустим сорта разное еще раз говорю у вас она может быстрее дайте на если кто не пробовал арбузное варенье оно должно быть хрустящим но не жестким вот вы чувствуете что вам приятно жевать значит все уже готово если вы чувствуете что она слишком жесткая бывает сорт такой арбуза допустим но у долго варится добавьте немного воды где-то стакан на килограмм кипятка и проварите еще варите до тех пор пока вам он как бы на зуб не понравится на этом четвертом этапе я одновременно буду стилизовать банки чтобы сразу в горячем виде их собрать проверяю но вред вроде режется мягко нет еще есть чуть-чуть в этапе добавляю лимонную кислоту вот даже много вон щепоточку в отличие от другого варенья ведь это варенье нужно часто мешать видите я вот попробовала она у меня еще жесткая а сиропа совсем мало осталось поэтому я добавлю еще стакан сейчас посмотрю хватит два стакана на килограмма один стакан получается чтобы корочки хорошо проварились они у меня очень жесткие потому что очень большие но ничего это даже лучше чем больше тем больше они впитывают сироп в себя поэтому я убавляю огонь до среднего чтобы не выкипел весь сироп и буду варить до готовности проверю я уже полчаса вроде по цвету уже подошел проверим сейчас как я добавила воды потому что сироп выкипел он впит не то что выкипел он впитывает сироп в себя весь уже готово да мое варенье готово вот так вот сироп должен покрывать корочки получилось первый раз 15 минут в сиропе второй раз тоже 15 минут третий раз тоже 15 минут а вот четвертый раз уже смотреть надо у вас может быть арбузные корочки какой-то другого сорта может быть пораньше они приготовятся смотрите на четвертом этапе часто пробуйте на вкус какой он он должен значит еще раз он должен хрустеть но не не должен быть жестким то есть приятно чтобы должно было его кушать вот этот у меня крупный оказался поэтому я его варила на четвертом этапе где-то 30-35 минут точно варила вот в итоге вот что у нас получилось еле ни разу советую попробовать кто-то говорит похоже на тыквенное варенье кто-то говорит на кабачку я не знаю я тыквенное варенье не ела не могу сравнивать но по вкусу по мне так она как мармеладка только не как резиновая тянучая а именно вот хрустящая внутри сожим сейчас смотрите где камера видите надрез если нажать видите сок какой внутри вот это происходит когда вы надкусываете и жуете и внутри сок это очень прикольно и самое главное что дети очень любят это варенье прям вот для них это как конфетки у меня все надеюсь вам все понравилось пока 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 Продолжение следует...